Друзья, приветствую, с вами Станислав. Я рад вас видеть на нашем YouTube-канале «Гироскутуршоп». Итак, друзья, в этом видео мы с вами познакомимся с младшим братом среди самокатов Куга серии М. Это серия М2 от завода «Джилон». Данный самокат, как вы видите, небольшой, компактный достаточно, но при этом идет с сиденьем. С сиденьем и подвеской передней, задней. Сразу скажу, для кого больше подойдет данный самокат. Данный самокат больше подходит как для детей, так и подходит для подростков. Конечно же, может рассмотреть и взрослый человек, но сразу нужно понимать, что динамика у этого самоката как таковая отсутствует, поэтому более взрослым людям, то есть с большим весом, самокат будет достаточно вялый и скучный. Поэтому, друзья, если вы хотите рассматривать данный самокат и хотите от него получить динамику, то сразу скажу, что данная модель, она не динамичная, поэтому рекомендую рассмотреть какую-то другую версию. Поэтому, а кто хочет рассмотреть самокат компактный, относительно не тяжелый, но при этом с сиденьями с подвеской, то, конечно же, эта модель именно подойдет для вас. Итак, давайте знакомиться поподробнее и поближе. Самокат у нас идет с вами моноприводный, заднее мотор и колесо у нас идет с вами номинальная мощность 350 ватт. Аккумулятор у нас идет с вами 48 вольтовый на 8 ампер часов. Максимальная скорость по завелению производителя достигает 25 километров в час и пробег на одной зарядке до 25 километров. Но нужно понимать, что, как я говорил ранее, что любой пробег зависит от многих факторов, так же, как и скорость максимальная, вес райдера, манера и место, по которому вы катаетесь. Поэтому эти факторы обязательно учитывайте. Габариты данного самоката, как я говорил ранее, они небольшие, но при этом вес самоката это составляет 19 килограмм 800 грамм. Преимущество данной модели тем, что в данном комплектации этого самоката идет уже сидение. Сидение идет с вами с регулировкой ростовки, амортизируемой. Помимо подвески идет еще и подвеска самой сидушки. Также идет руль. Руль идет с регулировкой высоты. То есть, в принципе, данный самокат подойдет как и человеку с маленьким ростом, так и с большой ростовкой. Система управления рулевой частью достаточно все просто. Грипсы идут у нас достаточно с вами удобные. С подушкой для руки, то есть, в принципе, на длительной дистанции, в принципе, у вас рука не будет затекать, поэтому будет достаточно удобно. С правой стороны, если мы с вами обратим внимание, идет также бортовой компьютер Kia 100. Красная кнопка включения. Мы включаем с вами самокат, удерживаем кнопку. Здесь мы видим стандартный его бортовой компьютер с режимами скоростей. Здесь три режима скорости. С помощью кнопки мод мы можем переключать режимы скоростей. Всего их три. С помощью нажатия двух кнопок удержания у нас переходят настройки бортового компьютера. Здесь мы можем уже его настраивать. Итак, давайте с вами обратим внимание на левую часть. В левой части у нас находится блок управления светом. Красная кнопка включения света. Левая нижняя часть, зеленая, это электронный тормоз. Электронный сигнал, прошу прощения. Итак, давайте с вами обратим внимание на фару. Фара у нас одна идет с вами, линзованная. Включая кнопку красную, у нас она включается, загорается. И в ней же интегрирован электронный сигнал. Тормоз у нас здесь с вами идет один. С левой стороны у нас рукоятка идет. Тормоз барабанный, барабанного типа. Регулировка жесткости вы можете настраивать с помощью здесь регулировки. Регулиратор подтягивая. Тем самым настраиваю более мягкий, либо более жесткий. Подвеска идет пружинного типа. Сзади у нас пружины и спереди. Подвеска, она имеется, жестковата, конечно, но тем не менее она отрабатывает. Она есть. Здесь у нас с правой стороны внизу находится гнездо для зарядного устройства. Обратите внимание, что заряжать нужно вставлять гнездо аккуратно. Здесь есть небольшая выемка, на зарядном устройстве есть углубление. Поэтому вставляйте и вытаскивайте аккуратнее. И всегда, после или в момент езды, всегда закрывайте резиновую заглушку, чтобы никуда не впадала у вас влага. Здесь у нас по бокам идет с вами подсветка разноцветная. Как и на всех принципах практически Куго серии М разноцветная. Здесь уже на любителя, конечно, насчет этого цвета. Потому что по мне, конечно, однотонный был поинтересен, но тем не менее. Почему-то компания Куго оставляет все в том же радужном цвете. Ну что, друзья, давайте с вами сложим данный самокат, покажем вам, как он складывается. Так как у нас здесь с вами сиденье уже установлено, я вам покажу, как, в принципе, можно складывать его, не снимая сиденье. Здесь есть рычаг в сиденье, мы откидываем с вами, сразу повернем. Для того, чтобы сложить сидушку, мы с вами вот здесь фиксатор убираем. Сейчас мы с вами повернем сидушку вот сюда. Для того, чтобы складной механизм у нас с вами, точнее, сложить данный самокат, убираем фиксатор. Здесь у нас с вами есть такой рычажок. Зажимаем рычаг. Выпускаем рулевую колонку. Все, щелчок произошел, зафиксировался. Данный самокат, рулевая колонка у нас с вами есть с фиксатором, поэтому это удобно с точки зрения переноски данного самоката. В принципе, самокат удобный для транспортировки, хранения, перевозки. Не могу сказать, что он прям пушинка, но, тем не менее, если сравнить с тем же самым М5, либо М4, на порядок, конечно, легче. Ну и для того, чтобы у нас с вами его сложить обратно, разложить рычажок, нажимаем, фиксируем рулевую колонку. Фиксатор сжимаем, устанавливаем сидение, фиксируем сидение, обратно, поворачиваем. Все. То есть доли секунды, и он у нас уже готов к езде, поэтому встали и поехали. Клиренс даже этого самоката, если вы обратите внимание, достаточно низкий, потому что вот здесь у нас с вами идет маятниковый тип. В задней части она съедает у нас с вами пространство, и клиренс у нас достаточно мелкий, поэтому, как говорил, данный самокат больше подойдет для городского режима поездки. Касаемо мотор-колеса, если камера сейчас, оператор подойдет, мы с вами обратим внимание, что на оригинальных самокатах Kuga везде идет гравировка. То, что это идет Kuga и G-Long, также имеются наклейки, но наклейки иногда бывают отклеиваться. Данный самокат у нас идет с вами 36-ти вольтовый, 350 ватт мотор-колесо номинальный, как я говорил, серийный номер данного самоката. То есть все с гравировками, с G-Long, все так положено. Что касаемо гидроизоляции, данный самокат, так же, как и любой самокат, рекомендую делать гидроизоляцию, потому что очень много дырявых мест, куда может попасть вода, произойти короткое замыкание, тем самым выйдет из строя ваш самокат. Поэтому, если вам нужна гидроизоляция, при покупке данного самоката вы можете сделать в нашем магазине. Что касаемо руля, по высоте мы с вами поговорили, он регулируется также. Самокат у нас, ручки, они складываются, самокат более компактный становится. Здесь, если мы с вами обратим внимание, также стоит шестигранный блок, которого можно регулировать. То есть в случае, даже если появится люфт, мы можем его настраивать с помощью шестигранного ключа, который идет в комплекте. А так люфт здесь минимальный, который возможен в данном самокате. Ну что, сейчас мы с вами покатаемся, поездим на этом самокате, замерим скорость. Ну что, на М2 погоняем. Ну и что, друзья, на самом деле, сейчас после М5 сел на М2. Вот такой вот. Маленький, как сказать, даже не зверенок, звериком у вас сложно назвать. Маленькая такая табуреточка. Сейчас попробую, наверное, проектироваться на горку. Вот не знаю, только мне кажется, есть смысл с разгона на эту горку заезжать. Я просто думал, что он просто не вытянет меня в горку этот самокат. Потому что тяги у него нету вообще. Перейдем на дорогу. Ну, с горки что-то набирает, конечно. С горки, мне кажется, грех не набрать. Подвеска, конечно, пожестче, чем на М5. Ну, она есть. Ну что, друзья, как вы думаете, на горку на эту я заберусь? На М2. Своим весом 75 килограмм. Что-то мне подсказывает, что придется в горку мне, походу, его тащить, ввести. На самом деле, с самокатами, с сидушками есть свой кайф, реально. Реально свой кайф есть. Сидишь спокойно. Если большие дистанции, ох, ё-моё, что-то плевалочка пошла. Ну что, поехали. Без разгона в горочку. Мотор, конечно, сейчас на пределе работает. Рычит, как не знаю кто. Но он, ребята, тянет. Он реально тянет. Маленькая табуретка. Мне, кстати, интересно после вот этой горки потом разобрать мотор и посмотреть, не перегрелся ли от перегрева межвиткового КЗ, не пошло ли. На 17-ти он застыл, и всё, 17 километров максималку по курку он едет. Но самое главное, друзья, это самое-самое главное, это то, что он тянет. И вот подъем, который мы с вами по-самому видели, он затянул. Меня с весом 75 килограмм. Да, я не получил какой-то динамики, да, я не получил какого-то там сумасшедшего заезда на горку. Но самое главное, он справился с этой задачей. И за это прям ему респект. КУВМ-2 респект вообще за это. Это круто. Не ожидал. Честно, думал, что процентов 10-15 в первой горке я заеду, а потом всё. Мне придется его тащить. Но не тут-то было. Джилонг, респект за маленькую табуретку с характером. Поливалка едет, надо быстро перескочить дорогу. Ну что, давайте резюмируем. М2 самокат неплохой. В серии М самая младшая линия. Из веса серии М это самый легкий. Практически 20 килограмм весит. При этом имеется сидение, подвеска. Да, ёмкость аккумулятора слабая. Да, безусловно, нет динамики. Нет большого пробега. Но, тем не менее, да, то есть, как мы сейчас с вами продемонстрировали, то, что даже на достаточно немаленькие углы подъема и продолжительные достаточно горки, да, он поднимает, он тянет. Он тянет. Поэтому, друзья, в принципе, как и говорил, что данный самокат, по моему мнению, подойдет по большей степени для детей, также для подростков, ну, либо для пожилых людей, которым не нужна большая скорость, не нужна большая динамика, не нужен большой пробег, а нужно просто от точки А, точка Б доехать. Поэтому данный самокат заслуживает, безусловно, уважения, заслуживает свое место в рядах селекросамокатов, потому что конкурентов у этих самокатов у этого и у этой модели на сегодняшний день особо нет. Повторюсь с его характеристиками, с его комплектацией. Потому что что мы можем с вами подобрать за сиденьем, с подвеской, с освещением, со всеми его конструктивами. Ну, либо будет дороже, либо модель что-то в чем-то проигрывать будет. Поэтому реально самокат имеет место быть. В любом случае будет иметь своего покупателя. Ну и, кстати, друзья, данный самокат мы будем разыгрывать, поэтому подписывайтесь на наш канал. Для того, чтобы стать участником розыгрыша этого самоката, вам нужно сделать всего лишь четыре условия. это быть подписчиком нашего канала. Если вы еще не являетесь, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк на это видео, обязательно ставьте любой комментарий и сделайте репост данного видео в любой из ваших соцсетей. И тогда, может быть, именно ты станешь победителем этого розыгрыша, получше именно ты этот самокат. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Станислав. Всем удачи, всем пока.